Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Шахматная игра это такой уникальный род деятельности, в которой буквально каждый человек может найти свою нишу. Одни играют в шахматы, другие являются шахматными болельщиками. Но есть такая немногочисленная прослойка любителей шахмат, как шахматные меценаты. Без этих людей не состоялись бы очень многие выдающиеся турниры прошлого. Ну и сегодня, чего греха таить, богатые спонсоры также стимулируют развитие шахмат во всем мире. Одним из таких шахматных меценатов 1-3 20-го столетия был австрийский промышленник Леопольд Требич. Этот любитель шахмат в свое время пожертвовал Венскому шахматному клубу целых 100 тысяч австро-венгерских крон. Эти деньги пошли на развитие шахмат в Австрии. Ну а также на эти средства проводился регулярный турнир под названием Мемориал Требича. На самом деле Леопольд Требич хотел организовать подобный турнир еще при своей жизни. Но он скоропостижно скончался. И первый такой турнир, который был организован в 1907 году, уже носил название Мемориал Требича. Это не был какой-то проходной турнир. На карте Европы это было достаточно значительное соревнование. Стоит назвать имена шахматистов, которые побеждали в этом турнире. Шлехтер, Мизис, Ретиш, Пильман и многие другие. Этот турнир проводился целых 20 раз. И только аншлюз Австрии, нацистской Германии прекратил существование этого известного турнира. Сегодня мы с вами рассмотрим партию, которая не была сыграна в одном из этих турниров. Но она принадлежит самому Леопольду Требичу. Помимо того, что он был удачливым бизнесменом, любителем шахмат, он еще и хорошо играл в шахматы. Сегодня мы с вами рассмотрим легкую партию, которая была сыграна в Вене в конце 19-го столетия. Соперником Леопольда Требича был шахматист с гражданством США Ландесман. Но, конечно, этот игрок нам неизвестен. В то же время партия получилась довольно интересная. В этом поединке была разыграна итальянская партия. После Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, С4 и С5 белые пошли Д3. Д6 сыграли черные, Конь С3, Конь Ф6. На доске стартовая позиция системы Тишайшая игра. Белые не стали связывать Коня Ф6 и пошли С3. Далее СБ6. Черные, конечно, понимают, что бить слона на Е3 нечего. Поэтому отходят на Б6, имея ввиду, после размена забрать пешкой. Аш3 играют белые. Вроде бы не давая черным поставить на Ж4 одну из своих фигур. Но в то же время пешка А3 может быть использована как зацепка для атаки черных. Но пока что соперники не определяют свои планы. Черные играют Конь Е7, переводя своего коня на поле Ф4. Ну а дальше следует рокировка. Белые все-таки избрали короткую рокировку. Черные тоже пошли 2-0. А белые играют Конь Е2. Симметричный план. Конь стремится на законное поле Ф5. Черные играют Конь Ж6, С3 и далее СЕ6. Белые по аналогии действиям черных сыграли СБ3 и ФД7. Черные уже прицелились к пешке на Х3. Готовы пожертвовать слона за две пешки, раскрывая белого короля. Но белые понимают, что эта жертва будет обоедострой. И играют Конь Ж3, защищая пешку на Е4. Имея ввиду продвижение Д3, Д4. Черные в этой ситуации все-таки бьют на Х3. Объективно этот ход является не самым лучшим. Но с практической точки зрения, вот в такой легкой партии, кто удержится от этой жертвы. Забрали, Ферзь бьет Х3. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в распоряжении белых находится очень сильный ход Конь Ж5. И в этой ситуации черным нужно либо отводить Ферзя обратно на Д7. Дело в том, что на Ферзь Х4 следует Конь Ф5. И здесь уже черные должны искать размена Ферзей, что сводит на нет их возможности атаки на белого короля. Но на ход Конь Ж5 есть такой ход, как Ферзь бьет Ж3. Вот такая жертва Ферзя. Ну, честно говоря, это уже не от хорошей жизни. Слон Е3, Король Ж2, Слон бьет Ж5. Полной компенсации за пожертвованный материал у черных, конечно же, нет. Но белые не нашли этого хода и сыграли Конь Ф5. Заканчивая маневр своего коня. И уже этот ход является серьезной ошибкой и дает возможность черным захватить инициативу. Конь Ж4 играет Леопольд Требич и Ферзь Е2. В этой позиции черным можно было пойти ладья АЕ8. Имея в виду как-то подвести ладью для борьбы на королевском фланге и в центре. Но черные заканчивают маневр своего коня. Конь Ф4. И совершенно не оставляют сопернику выбора. Дело в том, что сейчас угрожает мат на Ж2 и взятие Ферзя. Поэтому нужно бить. После взятия на ЕФ на мгновение чернопольный слон черных стал очень активным. Но белые сразу же ходом Д3-Д4 выключают его из борьбы. Черные, видя ослабление пешки Е4, играют ладья АЕ8. Белые ладья ФЕ1. В случае опасности король белых может улизнуть через поле Ф1 в центр и далее на ферзевый фланг. Черные играют С6, ослабляя пешку на Д6. Здесь Леопольд Требич задумал очень интересную комбинацию, которая, впрочем, на поверку оказывается с дырой. Конь бьет Д6. Сыграли белые. И вот здесь следует очень интересный ход ладья Е5. Ладья становится под два боя. Пешки и коня. И в то же время угрожает встать на Х5. После чего матовая атака черных на королевском фланге станет неотразимой. Но давайте рассмотрим, что будет в случае взятия этой ладьи. Если забрать конем, то, конечно же, мат в два хода. Конь отвлекается от поля H2 и следует мат. Ну а если забрать пешкой, то тогда оживает чернопольный слон. Ферзь G3 и на ход король H1 лучше всего пойти коне в два. Не оставляя белым выбора. Это шаг и нужно забирать после слонгет F2. У белых под боем и ладья на Е1 и конь на F3. Позиция черных абсолютно выиграна. Но в этой ситуации у белых были отличные защитные ресурсы. Например, хорош ход конь F5. Весьма логично, полакомившись пешкой на D6, перекрыть пятую горизонталь. И в этом положении ладья не может подключиться к атаке. Если пойти G6, то тогда ферзь F1. Отличный ресурс. В случае взятия на F3 следует конь H4. Оказывается, что черные так или иначе вынуждены отдавать своего ферзя на поле F2. После размена забираем коня. Ладья H5, конь F3. Здесь у черных недостаточная материальная компенсация. За отсутствующую фигуру белые постепенно должны победить. Но в этой ситуации Ландесман сыграл конь Bf7. Его идея состоит в том, что после ладья H5 он может дать шаг конь 7 G5. И выиграть ферзя. Но следует ход ладья Bf7. И после взятия с шагом король Bf7 следует конь E5. Вот эта идея белых сейчас шаг. И вроде бы белые нарушают взаимодействие фигур черных. Потому что разменивают еще и важного коня. Но после взятия DE снова оживает чернопольный слон черных. И здесь с помощью этого мощного слона пешки и ферзя черные организуют матовую атаку. Конечно здесь Леопольд Требич заметил, что можно поставить пешку на f3. И здесь позиция белых уже незащитима. Несмотря на их колоссальный материальный перевес. На шаг ферзь c4. Король может просто отойти на f8. И белый король беззащитен. Поэтому белые играют ферзь f1. Защищаясь от мата на g2. Но следует ферзь g3. Ферзя нельзя брать из-за того, что пешка связана. Поэтому король h1. И слон бьет f2. В этой картинной позиции черные угрожают матом в два хода. Ферзь h4. После взятия на h3 это мат. Поэтому белым нужно только брать на f2. После взятия на f2 матовые угрозы черных не заканчиваются. Угрожает мат ферзь g2. Ну и белые здесь играют ладья g1. Практически единственный ход, который спасает от мата. Но следует другой красивый мат. Ферзь h4. Вот так Леопольд Требич в 27 ходов разгромил своего соперника. Интересная, хотя конечно не безошибочная игра. Атака черных в определенный момент могла быть опровергнута. Но в то же время это была легкая партия. Поэтому не будем строго судить большого любителя шахмат и мецената Леопольда Требича. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Не забывайте ставить лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Как мы видим, для того, чтобы создать вот такую красивую партию, совсем не обязательно быть гроссмейстером уровня Грети, Шпильмана или Шлехтера. А достаточно любить шахматы и более-менее ориентироваться в хитросплетениях любимой игры. Спасибо за внимание. До свидания.